Ну что, друзья, так выглядит подъезд обычной пятиэтажки старой в Польше. Смотрите, как все чисто. Тут даже, я вам скажу, многие квартиры еще даже подписаны. Видите? Никаких зарисовок, ничего. Все покрашено чисто. Смотрите, какие электрощитки тут стоят. Ни проводов, ни гари, ни надписей радиаторы. Класс. Давайте пойдем дальше по ступенечкам. Что я хочу сказать, что на всех этажах стоят датчики. Цвет не горит. Идешь, начал двигаться датчики движения, цвет загорелся. Смотрите, это старая пятиэтажка. Это подвал там. Смотрите, чисто. О, видите, свет загорелся. Чисто. Вот, теперь посмотрите и сравните с нашими старыми пятиэтажками. Вот это холл. Видите, оставляют свои велосипеды и не боятся ничего. Чем я был реально удивлен, когда приехал в Польшу, что тут до сих пор работает почта. И вот эти все скшини почтовые, они все реально тут чистенькие. Туда постоянно бросают письма. У людей есть ключи и не работают. Смотрите, это холл. Камера. Радиатор. Вот выход. Давайте я сейчас покажу вам двор. Как выглядит сам двор. Вот это обычный старый район в Варшаве с старыми пятиэтажками. Вот это тот дом, с которого я вышел. Хочу обратить ваше внимание на балконы, которые тут действительно не застекленные. Нет никаких кондиционеров. Ничего. Все очень красиво, культурненько и классно. И это, ребята, старая пятиэтажка. Неузнаваемая. Реально старый. Это старый район. Да. Где многие еще, наверное, своих бабушек и дедушек получили квартиры. Потому что во многих этих квартирах еще старые садеповские ремонты. И старая садеповская мебель. Такие же серванты, которые есть и у нас. То есть вот, знаете, я реально удивляюсь тому, что вот смотрите, какая чистота. Так вот выглядит пятиэтажка. Я сейчас вам хочу показать мусор. Тут мусоропроводов нету в пятиэтажках, но в принципе у нас тоже нет. И вот такие отдельные строения есть, куда они выносят мусор. У каждого есть свой ключ. Просто так туда попасть нельзя. Вот еще одна такая пятиэтажечка. Так что, ребята, есть чему поучиться в любом случае. Видите, вот эта мусорка возле дома, продолжая тему. Как выглядят дома. И вот мне нравится, что у них такие маленькие балконы. Они не застихленные, нет хлама там. Даже, видите, таких воронов они там ставят, чтобы туда не садились разные птицы, боялись голуби. Вот отреставрированная источная труба. Видите, как оно все обгорожено таким заборчиком новеньким. И вот стоит мне пройти буквально чуть-чуть дальше. Вот еще один дом. Все отреставрированы, все одинаково. И это я нахожусь в центре Варшавы. Смотрите, тут такая красивая детская площадка. Тренажеры. Видимо, старые давно установлены. Но, опять же, они есть. Их не украли. Смотрите, какая красивая площадочка. Но все равно люди тоже есть вандалы, описывают. Но очень красиво. И это, ребята, старый район. Придите в старый наш район, и вы реально охренеете. И вот я сейчас более покажу вам. Вот так вот выглядит старая девятиэтажка. Или сколько там этажей. Балконы не застеклены. Нету кондиционеров. Ничего. Улицы все чистые. Ни мусора. Ничего. Заезды такие. Класс. Ну, что я могу сказать. Я приехал снова в Варшаву после длительного отсутствия здесь. И вы знаете, я хожу и наслаждаюсь. Я не могу это уже скрывать. Потому что, ну, вот так вот. Тут приезжаешь и чувствуешь, что здесь люди сытые. Здесь идет развитие. Здесь красота. Здесь что-то улучшается. Ну, вот смотрите, какие балкончики красивые. Красненькие. Треставрирные. Вот я пришел на обычный перекресток. В этом старом районе. Смотрите. Ровненькие дороги. Все очень культурно. Классно. Сейчас буду переходить дорогу. Класс. Сейчас покажу вам, как выглядят остановки. И там реально все такие остановки. Вон там вдали виднеется новый уже дом. Очень красивый. Вот такие мне постройки нравятся. И, кстати, таких очень много постройок уже сейчас во Львове. Львов, как по мне, становится более европейским городом. Если сравнивать этот город Львов с Одессой, то в Одессе 25-ти этажки, стекляшки. Вот так вот выглядит остановка с расписанием. Просто я прогуливаюсь по улицам и показываю, как оно все выглядит. У нас, например, в Одессе такого нет. Специальные дорожки для автобусов. Ну, эти остановки. Выделенное место. Я, может, еще и попал в такой период времени, когда действительно зелень, красота. Вот еще один пшестанок. Так. Ну, красиво. Ничего вам сказать не могу. Очень красиво. И очень мне это нравится. Также хотелось обратить ваше внимание, друзья, на то, что у каждого дома есть свое видеонаблюдение по периметру дома, непосредственно на кладках, в подъездах. Потому, если вы хотите там что-то злостное сделать и считаете, что это будет безнаказанно, то я хочу вас огорчить. Вот, видите, старый дом. Вас найдут рано или поздно. Тут же система работает, опознавание лиц. Вас как-то найдут, вычислить, где вы находитесь и могут оштрафовать. Это, конечно, реально не точно, но вполне очень вероятно. Вот еще один дом. Видите, велосипеды стоят. Старый дом, отреставрированный, мусорка, красиво. Дорожки велосипедные возле дома. Видите, проходит. Можно кататься, наслаждаться. Даже непосредственно у себя в спальном районе. Первый раз, когда я увидел, когда поляки у меня спрашивают в комментариях, почему у вас застекленные балконы, я удивлялся, почему они это спрашивают. А вот вам, ребята, наглядный пример старой пятиэтажечки, или сколько там этажей. Почему они задают этот вопрос? Все балконы открыты. Даже смежные квартиры, смотрите, там практически нет особо перегородки. И соседи могут с друг другом общаться. Настолько это все открыто. И это, ребята, обычная пятиэтажка старая. Смотрите, как оно все выглядит. Культурно, ровненько и красиво. И так вот выглядит старенький дом в Варшаве. Тоже, видите, пока не отреставрирован. Хотя вот там все домики отреставрированы, они очень красивы. Ну, такое бывает. Вот, видите, трамвай поехал. Все люди ждут трамвайчик. Вроде бы, видите, не отреставрированное здание. Тут поворачиваешь налево, такая вот красота. Красиво. Чуть дальше уже отреставрировано. Город контрастен, но в большей части он уже полностью отреставрирован. Хотя есть такие районы, как Прага тут. Там еще, конечно говоря, работать и работать над этим. Но все идет к этому. Деньги выделяются. И я думаю, в скором времени в Варшаве вообще будет минимальный процент тех зданий, которые еще не отреставрированы. Видите, как выглядит красиво здание. Такая вот тут красивая улица. Продолжение следует...